МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие телезрители, я вас приветствую. Будьте благословенны. Сегодня я снова буду с вами общаться. Максим только что выехал из дому в аэропорт. Поездка в Европе будет. И да благословит Господь его служение. Пусть Господь охрану свою и защиту поставит над своими слугами. Господь помнит нас, не забывает нас и благословляет. Благословляет всех служителей, великих и малых, и благословляет всех боящихся Господа. Итак, дорогие, я сегодня хочу делиться с вами словом. Я взяла то же самое местописание, о котором вот уже несколько передач я уже говорю. Это послание к евреям, знаменитая 11 глава, где апостол говорит о том, что, перечисляя всех героев веры, он говорит, что вот мне еще не достает времени, не достает мне времени, чтобы повествовать там о Гидеоне, Вараке, Симеоне и о других пророках, о всех, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, там жены получали воскресшими своих, близких, и вот у него не достает времени. И я так размышляю, думаю, ну а у нас времени достает. Мы будем продолжать эту начатую мысль, говорить о героях веры. И сегодняшняя мысль, которую я хочу поделиться с вами, я так и назвала, что прежде я говорила о том, что они угошали силу огня, это одно было у меня проповедь, потом они верою заграждали пасти львам, а теперь хочу назвать мою беседу сегодняшнюю, что они верою побеждали царство, верою побеждали царство. Ну, мы, может быть, скажете, ну, они там царство, какие мы здесь люди, и какие у нас эти войны, и как захватывать эти царства и так далее. Я хочу вам сказать, что все писание для нас, оно написано для наставления нам, просто эпиграфом для всех моих вот этих бесед, которые я хочу провести целую серию. Я взяла местописание послания к римлянам апостола Павла, 15 глава и 4 стих. Это как эпиграф для всех наших рассуждений, почему я хочу говорить на эту тему. А все, что писано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из писаний сохраняли надежду. Итак, я обращаюсь сейчас, дорогие, к вам, что мы, обращаясь к писаниям, получали из писаний терпение и утешение, чтобы эти нам терпение и утешение из писаний укрепляли, сохраняли надежду, чтобы мы нашим упованием и нашим терпением, которые мы берем из писаний, взирая на предшественников, которые жили верою, мы могли сохранить надежду на Господа. И эти писания, они нам раскрывают нашу сущность человеческую и сущность Божию, чтобы мы не на себя уповали, а уповали на Господа и сохраняли надежду на нашего Господа. Итак, они верою побеждали царство. Я хочу вернуться к тому месту писания, к книге пророка Даниила. Вы там уже знакомы, слышали много раз. Ну, пусть мы будем снова напоминанием возбуждать в нас чистый смысл, чтобы мы, сохраняя терпение и упование, сохранили надежду на Господа. И надежда на Господа нас не будет постыжать, потому что нас подкрепляет Писание. И Господь от Писания своего не может отречься. То есть от самого себя Он не может отказаться. И Он будет нам давать силу для победы. Потому что сам Господь сказал апостолу Иоанну на острове Патмос, что побеждающие наследуют землю. Побеждающий наследует все. Итак, в своей проповеди Иисус Господь в Нагорной проповеди в пятой главе, пятый стих, сказал, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Итак, оказывается, мы можем наследовать землю. Мы можем наследовать. Мы можем быть победителями и побеждать царство. Например, Моисей был наикротчайший человек. Посмотрите, что сделалось с этим наикротчайшим человеком. Писание говорит, что он был очень кроткий. Он был очень смирен и послушен Господу своему. И он приобрел землю, обетованную для народа. И он победил царство египетское. Египетское, потому что он был кроткий. И Господь нам подсказывает, кроткие наследуют землю. Я сейчас обращаюсь ко всем вам, дорогие телезрители. А если в нас присутствует этот характер Божий, это часть его сущности, кротость, значит, мы будем наследовать даже большие территории. Кроткие наследуют землю. Сам Господь был кроток и смирен. Научитесь от меня, говорит Господь, ибо я кроток и смирен. И во втором псалме написано, что сам Бог, Отец, обращается к Нему и говорит, ты сын мой, проси у меня народы и дам тебе. И Господь, Отец, дал народы, дал народы нашему Господу, потому что он был правильным сердцем, правильным отношением к Отцу и к своему поручению, к своей миссии. И он приобрел народы. Вот мы для свидетельства, мы говорим, да, Господи, ты был кроток и смирен пред Отцом, Иисус, и ты покорил народы, ты приобрел эту землю, и всякий верующий в тебя не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. И так кроткие наследуют землю. Вы знаете, когда мы читали Даниила, мы видели книгу пророку Даниила, что это было очень трудное и тесное время для Израиля, когда он был в пленении в Вавилонском. Но Господь не оставлял свой народ. У него всегда был верный остаток, через который он всегда проводил, проводил свой план и свои действия. Для того, чтобы покорить эти народы, у которого они находились в пленении, нужно было ему человека. Нужно было послушного и верного человека. Итак, эти ребята проявили себя послушными и верными Богу. И Господь через этих монархов Вавилона и Мидо-Персийского царства он показал, он показал свою власть. Эти народы преклонились пред Богом, людей, которые были в пленении. Чем они покорили? Эти люди, эти немногие люди, чем покорили этих великих царей, которые издавали указы, приказы? Они издавали постановления по всем областям, по всем народам, которые они владели, чтобы они признали Бога этих небольших, небольшого количества, нескольких человек, Бога признали своим Богом. Вот эти люди, оставаясь верными Богом, они покоряли сердца, покоряли народы, потому что Бог был с ними. Бог был с ними. И где бы они ни находились, те люди, с которыми Бог, народы окружающие покоряются. Давайте вспомним, прежде чем, как я зачитаю из Даниила, вспомним, а кто еще покорял народы? Моисей покорил. Покорил Иосиф народы. Опять-таки, где он находился? В самых трудных ситуациях, в самых трудных, в самых, ну, положениях, при котором едва ли можно было призывать, призывать имя Господне. Но написано, что Бог был с Иосифом. И поэтому Бог возвеличивал все больше и больше и больше Иосифа. До того, что он прямо из тюрьмы был поставлен вторым после фараона. Вы слышите, что делал Господь? Он покорял народы, потому что кто-то оставался ему верным. Давайте еще вспомним других, о которых апостол в послании евреев не мог, и у него не достало времени осветить. И вот народ израильский находится в пленении в Вавилоне, в трудных ситуациях, в плену. И Господь вдруг побуждает человека молиться за народ. И это был Мардахей. Это история из книги «Исфирь», где описана эта вся удивительная, красивая история, как из рабского состояния, из пленения эта девушка была взята во дворец и своею верою и доверием Господу она была приближена к царю до положения его супруги. Но не в Исфири одной было дело. Был наставником у нее ее дядя Мардахей. И вы знаете, он наставлял свою воспитанницу, свою племянницу, наставлял быть верной Боге. И когда пришло время уничтожения всего народа, царь дает полное право поступать царице, потому что она была по сердцу его наученная и наставленная своим дядей. Она пленила сердце царя своей мудростью, своим высоким духом. И Мардахей был приближен. Он положил, получил такое положение, высокое положение. И я потом зачитаю. Но сейчас давайте мы вернемся к книге пророка Даниила. После того, как Даниил был брошен в ров и Бог был с ним во рву. Вы думаете, что переживал? Вот давайте немножко поразмышляем. Как себя чувствовал Даниил в этом рве? Вокруг голодные львы. И пока его бросали, его туда не спускали аккуратненько, его просто бросали, потому что голодные львы, они на лету хватают свою жертву и разрывают ее на куски. И вдруг пока падает Даниил в этот ров, у него происходит полное упование на Бога. Откуда я это знаю? А здесь так написано. Когда Господь сохранил его во рве и царь Дарий, царь Дарий к нему пришел утром рано, я не буду всю историю повторять, вы знаете, и жалобным голосом говорит, Даниил, Бог, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя? И тот отвечает ему, Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления. Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изорва, и поднят был Даниил изорва, и никакого попреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. Вот условия для победы полностью доверяться Господу, он веровал в Бога своего. И после этого, что делает царь? Он издает указ, он издает указ, указ для всех народов. Мною дается повеление, говорит царь, всем народом. Это 6 глава Даниила, 25 стих ниже. Племенам, языкам, живущим по всей земле, мир вам доумножится. Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и присносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов, и Даниил благоуспевал в царствовании Дария и в царствовании Кира Персидского. Итак, мы видим изменение отношений к Богу Даниила. Царь принимает Бога, Всевышнего Бога и дает указ поклоняться Ему. И Даниил преуспевал в это время. Это время, трудное время для пленения, оно оказалось очень благотворным. И Господь там, в это время, открывает Даниилу великие откровения о последнем времени. Господь в самых трудных ситуациях показывает силу свою верным своим. Ты обязательно будешь получать откровение от Господа, когда в трудных ситуациях остаешься верен до конца. Будь верен до смерти и дам тебе венец победителя. Так говорит Господь. Итак, Даниил благоуспевал в одни этих монархов мидоперсидских царей царь Дарий и царь Кир. Что происходило дальше? Пришло время, когда Даниил исчислил по книгам, что пришло время выхода из пленения из Вавилона. Он стал молиться, он стал молиться, ходатайственной молитвой, чтобы народ вышел из пленения. Но чтобы народ вышел из пленения, нужно, чтобы были указы от царей, чтобы было разрешение, каким образом этим делом стал заниматься царь Кир. Давайте мы сейчас откроем книгу Ездры, книга Ездры, которая повествует о том, как это происходило. У нас сегодня, дорогие друзья, такая историческая справка, библейско-историческая, о том, как они верою побеждали царство и склоняли на свою сторону даже великих мира сего, царей и всех поданных его. Итак, книга Ездры, это как раз момент, когда Господь ответил на молитву Даниила. Первый год Кира, я читаю с первой главы, с первого стиха, царя Персидского во исполнении слова Господня из уст Иеремени, потому что Иеремен сказал 70 лет, и Даниил исчислил по книгам, что эти 70 лет заканчиваются, и что пришло время выхода, и он не оставался спокойным, он не оставался безразличным, как Бог ты будешь это делать. Он стал молиться, и Господь по молитве стал действовать, поэтому Господь говорит нам всегда, со всяким постоянством, молитесь о всех святых, чтобы Господь мог действовать по молитвам. Итак, и он возбудил дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Так говорит Кир, царь Персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Дорогие, царь Кир, царь Персидский, говорит, что мне дал Господь Бог Небесный, и что он мне повелел построить дом. Вау! Значит, у этого царя Богом был Бог Всевышний, Бог Даниила. Дорогие друзья, вот это влияние, вот эта сила от одного человека, которое повлияло на судьбу всего израильского народа. Халилуя! Слава тебе, Господь! И он дает такое повеление. Кто есть из вас и всего народа его? Да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа, Бога Израилева, Бога, того, который в Иерусалиме, а все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом, и иным имуществом, и скотом, с допроходным даянием для Дома Божия, что в Иерусалиме, посмотрите, все народы были участниками от строительства Дома Господня, и поднялись главы поколений Иудинных, Вениаминов, священники, левиты, и в ком Бог возбудил дух построить Дом Господень, и все соседи их вспомашествовали им серебряными сосудами, золотом, и иным имуществом, и скотом, и дорогими вещами, и сверх всякого доброходного даяния для храма. Дорогие друзья, эти истории надо знать, как Бог изменяет окружение, расположение идет, потому что Бог великий и могущественный, и этот человек исповедующий, Даниил исповедующего этого великого Бога, стал примером, и стал свидетелем славы Божьей в этом трудном месте для всего народа. Итак, царь Кир вынес сосуды Дома Господня, который на выходной Дорсер взял, это царь Вавилонский взял из Иерусалима и положил в Доме Бога своего, и вынес их Кир, царь Персидский, рукой мифредата сокровища хранилища, и он счетом дал их шешбацару князю Иудину и всех-всех золотые, серебряные, и все это было отправлено переселенцами на из Вавилона в Иерусалим. Вот такие происходили дела. То есть, то есть, Бог использовал царя Кира. Победил ли Даниил царство верою? победил. Победил. И как он победил? Таким образом, что царь Кир, он стал читать пророка Исаию. то есть, то, чем увлекался Даниил, он передал царю Киру. Откуда я это знаю? Пророк Исаия о царе Кире вот так вот свидетельствует, пророчествует. словарь объясняет, что Иосиф Флавий историк того времени, он записал эту историю. За 210 лет до того, как пришло царствование царя Кира Персидского, о нем было слово пророческое сказано вперед. Иосиф Флавий говорит, что царь Кир, читая книгу пророка Исаии, прочитал о самом себе, и поэтому он утвердительно стал действовать. Исаия, глава 44, давайте прочитаем. Так говорит Господь 28 стих, 44 глава 28 стих, который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. И так у Господа не проходит ни одно слово, оно не остается неисполненным, все исполняется. И дальше великие слова, просто удивительные, в 45 главе как Бог повествует пророчески, так говорит Господь по мазаннику своему Киру с первого стиха. Дорогие, вот, ну, прочитайте это местописание. Я держу тебя за правую руку, чтоб покорить тебе народы, и сниму пояс из чесла царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобою, и горы уравняю, медные двери сокрушу, заборы железные сломаю, и отдам тебе хранивые во тьме сокровища, и сокрытое богатство, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев, ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, но нет иного, нет Бога, кроме меня, я припоясал тебя, хоть ты не знал меня. Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня, я припоясал тебя, хоть ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня, я Господь, и нет иного. Итак, царь Кир поверил в Бога Даниилова, и Господь говорит, ради Иакова, раба моего и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени. Дорогой мой брат и дорогая сестра, если ты в трудных ситуациях, находясь в каком-то либо состоянии, Господь знает тебя. Если ты обращаешься к Нему, если ты остаешься верным Ему, если ты заграждаешь пасть льву, если ты угошаешь силу огня искушения верою в Господа, Господь будет изменять твое окружение. Как получилось с Даниилом, Сидрахом, Месахом и Авдинагой? Как получилось с Мордахеем, которые оставались верные Господу, и они не поклонились чужому Богу? И Господь ради тебя, ради того, что ты остаешься верным Господу, Он будет изменять твое окружение. Здесь так и написано, ради избранного моего, я назвал тебя по имени. Ты будешь изменять царство, и Бог через тебя будет влиять на очень влиятельных людей этого мира. Он будет изменять твое окружение, Он будет изменять твою ситуацию. Бог возвышает этих людей, они становятся известными, они становятся почитаемыми, они становятся в авторитете. Господь сказал, меня слушали и вас будут слушать. Вот эти примеры нам из Писания говорят нам, чтобы мы оставались верными и верою побеждали царство, царство тьмы. Царство тьмы побеждать верою. Да придет царство Божие, да придет царство Твое, Господи, да будет оно на земле, таким же, как и на небе. Богу нужны люди верные, они верою будут побеждать царство тьмы. И там, где ты находишься, там, где наступила нога твоя, эта земля будет твоя. Так говорит Писание. Будь только тверд и очень мужествен. Не бойся ни огня, ни пасти льва, который ходит, как рыкающий лев, ища слободушных, малодушных поглотить. Будь, оставайся верным побеждающему, дам сесть на престоле моем. Ты уже сейчас на престоле Божьем. И с этого престола Божьего, на котором ты находишься, как победитель, ты будешь побеждать царство тьмы. Господи, побеждай в своей семье, кроткими наследуй землю. Пока твое царство, твое место может быть, это семья, где есть не спасенные, а люди. Вдохновляясь Словом Божьим, вдохновляясь вот теми местами Писания, которые я сегодня читала, написано, что кроткие наследуют землю. И Господь нам дарует это право и власть захватывать территории для Господа во имя Иисуса Христа. Мы сейчас помолимся, чтобы Господь укрепил нас силой могущества своего, чтобы мы оставались верными. Господь, я благодарю Тебя за слово Твое, которое раскрывает нам истины Твои, правду Твою, которое учит нас оставаться верными на примерах Твоих помазанников. И Ты, Господи, будешь изменять, изменять наше окружение. Ты сказал, что мы верою будем побеждать царство. Господи, начиная с близкого, с малого, с себя самого, чтобы вся наша территория, нашего естества, она была послушна Господу. Захвати себя полностью, всецело для Господа. Я молюсь за Тебя, дорогой брат и сестра. Захвати свою семью, чтобы она служила для Господа. Захвати своих соседей. Это маленькое начало, которое поведет Тебя к большему. Господь нуждается в Тебе. Он ищет верных. Он ищет их. Он обозревает всю землю. Ищет сердца вполне преданного Тебе, преданного Ему. И это обозрение, это обозрение обязательно привлечет взор Господа к Тебе. Как он привлек этих юношей в огне, и он спустился туда. Как этот взор привлек его к Даниилу во рве. Как этот взор привлек и царя Кира, помазанника Божьего, который исполнил великое поручение Божьего ради избранных Божьих. Дабы подтвердить веру Даниила, чтобы подтвердить пророчество Исаии, Бог благословил царя Кира. Будьте благословенны все. Да будет Господь с вами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok